Дорогие друзья, дорогие зрители проекта Сиапульт ТВ, мы начинаем серию программ, которые посвящены номинантам на премию Рунета, награждение которого состоится 25 ноября 2009 года в ГКЗ Пушкинский. И сегодня у нас, скажем так, самый первый из тех, кто номинирован, ну помимо того, что был на прошлой неделе Василий Воропаев, это основатель, владелец проекта Freelance.ru, так вот мы сегодня целенаправленно под рубрикой премия Рунета 2009 Приквел начинаем знакомить вас, дорогие друзья, с теми, кто же все-таки номинирован на премию в этом году в условиях кризиса. Те проекты, те сайты, которые на взгляд будущих экспертов, экспертов, которые сейчас определяют тех победителей, которые получат эту заветную статуэтку, заветную награду, те проекты, которые были признаны наиболее популярными, наиболее интересными. И сегодня у нас проект под названием, прошу прощения, исчезнувшие города, DeadCities.ru. И в гостях сегодня у меня Алексей Караковский, писатель, путешественник и основатель этого проекта о исчезнувших городах. Алексей, приветствую вас в эфире, Сиапуль ТВ. Здравствуйте. Ну что ж, могу предварительно вас поздравить, Алексей, с тем, что вы попали в короткий, так называемый, шорт-лист победителей, будущих победителей проекта, не проекта, а премии Рунета 2009. И все-таки вот самый первый и самый главный вопрос, о проекте мы поговорим попозже. В связи с чем у вас возникло решение номинироваться на награждение премии Рунета в разделе, если я не ошибусь, государство и общество, вот именно с этим проектом? Ну, дело в том, что я имею отношение к SEO года примерно с 2003-го и, да нет, пожалуй, даже с 2000-го, когда был основан первый мой сайт, который, собственно, двигаю до сих пор, точка зрения, литературный проект, в котором публикуются художественные произведения. Ну, меня поначалу интересовала только писательская карьера, но потом SEO стала моей работой примерно в годы 2003-го. Алексей, а при чем ты SEO? Потому что я автоматически попал в ежи-сообщество и, в общем, был достаточно внимательным наблюдателем перипетий премии Рунета, ну, не в 2003-м, конечно, году, попозже, но, тем не менее, оследил достаточно внимательно. Сам, правда, редко выдвигал свои проекты, потому что, на мой взгляд, ничего существенного, на тот взгляд, не было. Я просто придерживаюсь того принципа, что литературу нельзя номинировать на какие-либо крупные конкурсы, только за то, что она литература. То есть литература должна нести некую определенную идею, и именно эта идея и должна номинироваться. Соглашусь. Сама литература по себе достоинством считаться не может. Зато если посмотреть, сколько наших литераторов получили тут же Нобелевскую премию, Пастернак, если я не ошибаюсь, Солженицын. Ну, там были определенные идеи, за которые они получили. Ну, понятно. Политика. Политика в чем-то, да, возможно, какие-то философские идеи, которые были актуальны в тот момент. Я в основном Пастернака имею в виду. Понятно. Бунин, кстати, ведь тоже получил премию. Бунин, да, Бунин, да, 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 да. Я не думаю, что там был выбор обусловлен именно политическим соображением. Ну, все-таки, литература в слоях общества, она все-таки имеет право на какие-то награды. И вот в частности, ваши проекты, в частности, проект Dead Cities, «Исчезнувшие города», номинирован сейчас на премию Рунета. Было ли это для вас удивлением, Алексей? Пожалуй, нет. Дело в том, что я очень долго психологически готовился к самому шагу участия в премии Рунета. И стал участвовать тогда, когда понял, что у меня впервые получился проект, который может действительно достойно выполнить взятую на себя миссию. Гуманитарную миссию, прежде всего. Я понял, что та идея, которую я туда вложил, проект был основан достаточно случайно, и на первый взгляд мне он не казался чем-то сильно выбивающейся из той работы, которую я делаю. Я понял, что эта идея действительно сильно отличается от всего того, что мной делалось до этого. И, собственно говоря, в каком-то смысле к этой идее меня подтолкнул интерес средств массовой информации. Они самостоятельно на меня выходили, очень активно интересовались. И вот последний год я в основном занимаюсь тем, что езжу по разным городам, радиостудиям, телестудиям и рассказываю об этом проекте. Сам особенно не предпринимаю усилий для саморекламы. Просто, видимо, эта тема назрела. Вот просто стало интересно, слушая вас сейчас, Алексей, вы сказали, как бы, ну, я почувствовал, что созрела необходимость, да, как бы выдвинуться на номинацию на эту премию. Если сейчас перечислить, какие основные, скажем так, характеристики, моменты того или иного сайта или проекта должны соответствовать тому, чтобы человек, владелец этого сайта, проекта мог выдвинуться на эту премию, в частности, вот в рубрике «Государство и общество». То есть, что на вас повлияло или что вы почувствовали, Алексей, что вы поняли, что надо… Критерии соответствия, вы имеете в виду? Критерии соответствия, что надо выдвинуться. Ну, за других я говорить не могу, естественно. За себя. Я могу сказать, что я почувствовал, что я имею дело с проблемой, как минимум, федерального масштаба, гуманитарной проблемой, в каком-то смысле гуманитарной катастрофой даже. И поскольку этой проблемой реально никто, кроме меня в данный момент в интернете не занимается, я имею в виду с этой точки зрения, видимо, у меня просто не было другого выхода. На самом деле, есть и другие сайты об исчезнувших городах, но они занимаются этой проблемой с точки зрения эстетики разрушения, скажем так. То есть, туда ходят люди с целью пофотографировать, приобщиться к неким таким эстетическим чисто категориям. Я все-таки в своем творчестве придерживаюсь эстетики созидания, во-первых. А во-вторых, меня, собственно говоря, гораздо больше волнует судьба людей. А сейчас, вот создавая этот сайт, я имею дело, прежде всего, с судьбами людей, с историей нашей страны. И история, наверное, ставит какие-то очень сложные, тяжелые для понимания и даже, пожалуй, для психологической адаптации, что ли, проблемы. То есть, когда я стал все это дело глубоко копать, я понял, что я просто не знал, чего ждать от истории нашей страны. И пришлось к этому привыкать немножко. Я сейчас попрошу режиссера показать вот именно сайт «Исчезавшие города. Заброшенное поселение России и постсоветского пространства». Это историко-культурный проект, посвященный заброшенным городам. Другие названия этого феномена, вот здесь удивительно, я хочу, Алексей, спросить, почему именно феномен города-призраки, заброшенные города, мертвые города, абандон... Абандон, абандон, да. В принципе, дорогие друзья, этот сайт, этот ресурс, он, скажем так, говорит о том, какие же все-таки сейчас города, поселки, населенные пункты канули в небытие, потеряли своих жителей. Но в какой-то период времени они являлись каким-то, ну, я, наверное, с этим соглашусь, Алексей, культурным наследием нашей эпохи, нашей истории. Так вот, почему вам пришла эта идея, скажем так, в одном месте саккумулировать все данные о том, что сейчас просто забывается, рушится и, как это говорится, канут в лету, да? В лету, да. Да, тут получается три вопроса в одном, придется, видимо, по очереди на секрет. Значит, первое, почему это феномен заброшенных городов именно так формулируется? Значит, дело в том, что эта тема достаточно хорошо разработана за рубежом, и термин абандон как раз из этой оперы. Но их как раз интересует только эстетика, то есть все, что касается Silent Hill'а, я лично там философской нагрузки практически не вижу. Значит, откуда взялась сама идея? Дело в том, что существуют аналоги, достаточно скромные построения подобного проекта. Значит, дело в том, что кто-то когда-то, автора мне не удалось установить, видимо, попытался собрать информацию об этих исчезнувших городах, взяв, естественно, наиболее известные и приложив максимальное количество фотографий. Сделал интересную очень подборку ссылок, и ссылка пошла гулять по интернету. Значит, когда я на нее наткнулся, я, значит, соответственно, отфильтровал оттуда именно тот аспект, который меня интересовал. То есть, во-первых, меня интересует только постсоветское пространство, поскольку я имею дело с историей нашей страны исключительно. Во-вторых, меня интересовала некая гуманистическая миссия, и поэтому я понимал, что там не отражено очень много вещей, которые должны бы туда попасть. Ну вот, скажем, например, там во всех случаях, естественно, были отражены Чернобыль и Припять. История, в общем, как бы не нуждается ни в каких комментариях. Но почему-то был обойден вниманием Нефтегорск, город, разрушенный землетрясением и сахарением в 90-х годах. Ну и таких пробелов там было много. То есть, изначально у меня была задача собрать информацию, которая уже была достаточно обильно рассыпана по интернету, и просто-напросто ее немножко упорядочить и сделать что-ли более справедливыми акценты. Но потом, когда я стал всерьез искать информацию о запрошенных поселках, я понял, что существует огромное количество просто, ну, никаким образом не исследованных страниц. Значит, дело в том, что я не только пишу о тех поселках и городах, которые были культурными центрами. Это, конечно, тоже интересно, но не всегда так было. Исчезали часто места, которые не представляли никакого особенного интереса. Там какой-нибудь поселок лесозаготовителей в Архангельской области, допустим. Про гуманитарные аспекты я уже говорил, я не вижу смысла повторяться, но были же просто очень интересные истории. Истории, когда были репрессированы целые поселки в сталинские времена, особенно во времена гражданской войны. Например, Красная армия в Якутии вырезала целый город Гижигинск. Так, если опустить все детали, то дело происходило именно так. Значит, было разрушено немереное количество деревень немецко-фашистскими оккупантами. И, наверное, этому соответствовали тоже очень интересные истории. Значит, иногда бывали случаи религиозных репрессий, когда, например, в 30-х годах в Ярославской области работниками НКВД был рассекречен тайный женский монастырь в одной из деревень. И деревню уничтожили с тем, чтобы те, кто там содержались, не могли вернуться. В принципе, с верующими тогда поступали не очень жестко, в том плане, что их не расстреливали, их просто сослали. Но сделали так, чтобы им было некуда прийти потом. И вот, собственно говоря, практически каждой страничке на моем сайте, которая заглавлена, соответственно, названием населенного пункта, соответствует какая-то интересная и, возможно, даже в чем-то поучительная история. Вот примерно такая у меня была задача, когда это все делалось со стороны. Ну что же, Алексей, действительно интересно. Я не буду оспаривать именно формулировки те, которые вы сейчас выдвигали, что была вырезана семья, деревня или были расстреляны кто-то. На самом деле вы используете одни источники, эти источники могут нести правду, а могут просто... Давайте я тогда сразу поясню этот момент. Алексей, я использовал исключительно открытые источники средства массовой информации, и я писал таким образом, чтобы не выдавать их точку зрения за свою и тем более за абсолютную историю. Совершенно верно. То есть это писалось как некий энциклопедический документ, то есть есть такая информация, я ее даю с ссылкой первоисточника. Алексей, да. Я к ней никак не отношусь. Я по поводу этого вообще не хочу сейчас вступать в дискуссию. Просто это тоже важный момент. На самом деле, да, я согласуюсь, что, возможно, это факт имело место быть. Мне хотелось бы вот что сейчас понять, Алексей. Какую цель несет этот проект? Что вы хотите тем самым донести до потребителя, до интернет-пользователя, который зайдет на сайт? Что он должен понять? Что он должен для себя почувствовать? И вообще для чего этот проект? Какая цель? Ну, изначально у меня цели были скорее такого романтического плана, потому что я чем больше вникал в эту проблему, тем больше я понимал, что разрушение населенных пунктов продолжается. Точнее, не расселение будет, так правильно сказать. Значит, и люди, которые покидают эти ненаселенные пункты, иногда добровольно, иногда в силу вынужденной необходимости, они сталкиваются с бешеным количеством проблем. К сожалению, как правило, помощь, которая им оказывается, недостаточно. Мне часто приходилось сталкиваться с мнением людей, живущих в глубинке, что этот сайт может каким-то образом принести пользу в плане информационной поддержки, что ли, этих людей, чтобы об их проблемах узнали хотя бы региональные власти. Они все-таки более-менее серфят интернет-проекты и о моем проекте знают, это я знаю. Значит, но в процессе выяснилось, что сайт имеет другие возможности, цели, полагания, не могу сказать, что применения. Значит, дело в том, что он заинтересовал простых любителей истории, которые просто интересуются историей края. И я периодически сталкивался с упоминаниями в интернете о том, что люди, узнав о существовании какого-нибудь населенного пункта, например, этой деревни Углец, которая сейчас выведена на Минитор, они узнают координаты этого места и едут туда посмотреть, пофотографировать, приобщиться. Значит, и мне, честно говоря, это очень приятно, что люди интересуются этим и стремятся побывать на той земле, которая все еще является неким историческим памятником, хотя она, конечно, будет разрушена, потому что все эти места, они не предназначены для того, чтобы просуществовать долго. То, что сейчас эти люди делают, очень важно в том плане, что они делают исторические источники, по сути дела. Их фотографии очень пригодятся, и следовательно, через полвека, когда там не останется ничего. Вот насчет фотографий, насчет информации о тех местах и тех населенных пунктах, которые исчезли, каким образом собирается информация? Вот если сейчас посмотреть на экран, вот список памяти, в частности, ряд населенных пунктов, которые так или иначе описаны уже в вашем проекте, Алексей. В частности, множество других населенных пунктов, где более подробно описано, как собирается информация. Я вот знаю, вы такой путешественник заядлый, путешествуете везде, но нельзя же, невозможно посетить все места, выписать самое главное об этом месте, найти источники. Практически не посещаю те места, о которых пишу, это и нереально, и в моем случае сейчас уже невозможно, потому что семья, дети, мне уже немножечко как бы и некогда. Я пользуюсь исключительно одним методом. Я анализирую средства массовой информации, в основном региональные. Во-вторых, у меня, собственно, очень много знакомых путешественников, которые так или иначе сталкивались с этой проблемой. В частности, населенные пункты, находящиеся на ликвидированных узкоколейных железных дорогах, они прекрасно описаны. У меня и на сайте есть ссылки на сайты тех людей, которые об этом писали подробно. Соответственно, список памяти – это список тех населенных пунктов, про которые я пока не могу дать развернутой информации. Что-то вроде такой напоминалочки. Я потом обязательно про них напишу, до всего дойдет время. Сейчас я пока пытаюсь разобраться хотя бы с официальной информацией на эту тему, потому что, на самом деле, очень большой сегмент информации о исчезнувших населенных пунктах доступен в официальных источниках. Для того, чтобы ликвидировать населенный пункт, надо внести поправки в местное законодательство. И вот, соответственно, если дорваться до банка этих самых поправок в местное законодательство, можно узнать массу интересного уже только оттуда. В частности, очень хорошо дела обстоят с информацией о ликвидированных населенных пунктах в Якутии, Чукотке и Ханты-Мансийском округе, именно потому что там эти документы публикуются очень регулярно, грамотно и доступно к всеобщему обозрению. Но есть, кстати, регионы, где такие документы публикуются плохо, и поэтому очень тяжело что-либо узнать. Например, в Вологодской области. Вот мне кажется вам, Алексей, что в последнее время, там последние, может быть, два десятилетия, когда, скажем так, давление города, скажем так, сильно сказывалось над возможностями деревни, из деревень, из сел, из поселков, молодежь поехала в город. И деревня постепенно, потихонечку, просто туда никто не возвращается, заработка нет, делать нечего, она потихоньку приходит в упадок, и в связи с этим, с тем, что город дает возможности, деревня не дает сейчас ничего, придется все больше и больше увеличивать количество, скажем так, данных на вашем проекте, Алексей, что та или иная деревня оказалась покинута, заброшена, и происходит опустошение. Да так и происходит. Русскую деревню мы уже потеряли, собственно говоря. То есть сейчас можно писать в таком ключе по практически любую деревню, потому что одни стряки остались, неизвестно, сколько они проживут. Тут, видимо, просто где-то что-то не продумали, и поэтому этот процесс, я считаю, необратим. Я поэтому, кстати, деревнями занимаюсь в своем проекте меньше всего на данный момент, потому что я не в состоянии сейчас охватить даже поселки городского типа, и все, что я описал на данный момент полностью, охватил, ну, может, не 100%, но близко где-то к 80-90. Это хотя бы заброшенные полярные станции, которые были во времена СССР. Ну, это интересно, да. Да. Ну, собственно говоря, страницы севера мной изучены лучше всего, как раз потому, что местные жители прекрасно понимали, что в те времена они творили историю, и поэтому в интернете оставили массу примечательных записей. Вот. По поводу русской деревни я пишу те истории, то есть, в смысле, освещаю историю тех деревень, где удается накопать наиболее интересные факты, вот примерно так. Потому что если брать вообще все деревни, ну, утонул по определению. Тем более, кстати, существуют в интернете проекты, которые целенаправленно занимаются исчезнувшими деревнями, дай бог им здравия, они, в общем, дело примерно в том же, что и я, и я примерно в том же ключе. Я стараюсь не вмешиваться в их юрисдиксу, когда понимаю, что мы, в общем, друг другу только помешаем, а у меня куча есть и других, как бы, направлений работы над сайтом. Соглашусь, Алексей, знаю, что вас сейчас смотрит ваша супруга, поэтому вот такой вот вопрос в лоб. Как много времени вы отдаете этому проекту? В самом начале вы сказали, что нужно быть романтиком своего дела, чтобы вести проект подобного характера, отдаваться ему полностью с душой и с энтузиазмом, и все-таки по времени. Сколько нужно отдавать, чтобы вот охватить все то, что должно быть интересно для конечного потребителя и содержаться на сайте? Ну, первое время я просто заболел. Я после того, как его придумал, я... Заболели чем? Проектом. Проектом, угу. Вот, я сейчас не помню числа, но где-то в начале декабря я его придумал насчет того года. Декабрь 2008 года, да? Да. До Нового года я был, в принципе, не в состоянии от него отвлечься и проводил за компьютером все время практически, которое я не спал, а не ел. Вот. Только Новый год остановил это безумие, значит. Потом числа, где-то с 3 января все возобновилось. А мне надо было кровь из носа уложиться в больницу на плановую операцию. Вот. И, значит, соответственно, это событие в моей жизни логичным образом прервало работу над проектом. Вот. И потом уже я возвращался эпизодически только, когда, значит, удавалось каким-то образом сделать работу над сайтом более экономичной. Менее затрачивал силы. Угу. Вот. И, в общем, сейчас обновления я делаю где-то примерно раза 2-3 в месяц. У меня много чего в запасе еще есть. Я заметил, что в последнее время по счетчику Live Internet люди стали проводить больше времени на сайте. И поэтому стал делать обновления, во-первых, не слишком редко, во-вторых, не слишком часто, чтобы, значит, и на главное было еще людям интересного посмотреть и вглубь покопать. А вы, Алексей, на своем проекте царь и бог или же даете вы, предоставляете возможность вашим посетителям заносить какую-то информацию без предварительной модерации? Нет. У меня нету такой возможности, чтобы пользователи заносили информацию самостоятельно. Но это дело времени, на самом деле. Я, наверное, к этому приду рано или поздно. Угу. Потому что я понимаю, что без делегирования полномочий ни один интернет-проект не выживет. Да. У меня особо не было времени этим заниматься, потому что все-таки у меня есть еще основная работа. Но у меня есть на проекте что-то вроде гостевой книги, куда люди скидывают ту информацию, которую посчитают нужным. Я очень внимательно это все считаю и периодически начинаю разрабатывать какие-то идеи, которые мне подкидывают пользователи. Пару раз бывало так, что мне давали вообще практически законченные статьи по различным населенным пунктам. Тогда я их просто ставил, указывал авторство и ссылку от кого-то взятых. Кстати, ссылки я ставлю очень щедро на всех коллег на своем сайте. Я считаю это очень важным. Потому что даже ссылки на эту тему, по-моему, никто особо не систематизировал. Ну да, Алексей, информация на сайте, в естественных городах, так мы раздаем это, обобщенно, действительно уникальна. Есть ли какая-нибудь статистическая информация, говорящая сейчас о том, сколько на вашем сайте собрана информации? А, вообще всего? Я не считал, сколько сейчас книги памяти, поэтому я точно сказать не могу. Но так в целом по всем разделам проекта, он довольно-таки такой структурированный получился. Я думаю, что где-то 1200 пунктов есть. Но это очень мало. Алексей, правильно ли мы понимаем, что разделы проекта, если сейчас нам покажут на мониторе, это исчезнувшие города? Вот сейчас увеличим просто, да? Да, исчезнувшие города. Это древние города и уездные города. Просто по логике вещей получилось так, что это несовместимые вещи. Во-первых, те города, которые исчезли слишком давно, они немножечко в идею не вписываются. То есть ясно, что жителей этих городов уже не осталось живых. Там какой-нибудь город в Циж, в Курской области, который был полностью уничтожен татаро-монголами, эта история не менее печальная, чем затопление Малоги. В связи с этим, Алексей, извините, я просто хотел перебить. Каким образом информация, которая размещена на проекте, пересекается с археологическими данными-раскопками? То есть входят ли какие-то данные, которые поступают от археологических экспедиций на этот проект? Или же все-таки речь идет здесь о последнем веке, последних двух столетий? Исчезнувшие города – это подраздел, относящийся исключительно к 20-21 веку. Древние города – это все, что до. Уездные города – это совсем другой сегмент. Это те населенные пункты, которые имели статус городов, но по каким-то причинам превратились в села. Иногда это тоже очень интересно. Четвертый уже раздел получается. Неизвестный мегаполис – это тоже совсем отдельная страница. Это те поселки городского типа, города и села, которые вошли в черту мегаполисов и просто-напросто были ими поглощены. Всякие Свиблова, Новые Кузминки и так далее. То есть когда-то это были отдельные населенные пункты, но сейчас остались только названия станции метро в лучшем случае. Не знаю, Гальяново и тому подобное. Да, да, да. Как ты можешь описать аудиторию своего ресурса, Алексей? Ну, я не занимался точными исследованиями на эту тему, просто потому что пока не было особо необходимости. Но те люди, с которыми я вступаю в переписку, это либо бывшие жители населенных пунктов, либо люди интересующиеся историей, иногда религиозные паломники мне пишут, потому что у меня очень много населенных пунктов, которые так или иначе связаны с историей русско-православной церкви. Кстати, русская катакомбная церковь тоже. И автотуристы тоже в достаточно больших количествах мне попадались, которые организовывают экспедиции с целью посмотреть. Иногда они пишут сами какие-то очень подробные обзоры у себя в блогах, и я сам на них выхожу. Я вообще стараюсь знакомиться с максимумом людей, которые интересуются этой проблематикой. Вот если кому-то мне придет в голову написать, посмотрев мой email на сайте, я его свободно всюду ставлю, свободный доступ, не боясь спамеров. Пишите, я вообще со всеми очень люблю пообщаться. Все-таки наш, скажем так, культурный пласт общества, российского в частности общества, подразумевает под собой действительно любопытство именно такой ретроинформации. Сейчас, может быть, идет некий закос в сторону, насколько посещаем этот ресурс? Ну, посещаемость, собственно, определяется не столько факторами интереса в обществе к этой проблеме, сколько моим умением продвигать сайт по нужным ключевым словам. Тут, наверное, надо смотреть статистику поисковых систем на то, сколько это все интересно. У меня сложилось ощущение, что некий идеологический, мировоззренческий кризис в обществе, который не прекращался с того времени, как советская власть вроде как отменилась, никакой иллюстрации за этим не последовало, логичной. Просто существует определенная недосказанность, неопределенность, и люди пытаются найти ответы на насущные жизненные вопросы в истории, и это, в общем, абсолютно нормально. Но только историю они предпочитают в таком прикладном, что ли, аспекте. То есть не в официальном виде, как это все преподносится, а некие факты из жизни некого населенного пункта, который, может, там находится-то в трех километрах от тебя, а ты о нем баз, ничего не знаешь, получается. Я вот, например, живя в Жулебино, не подозревал, что я живу тоже, собственно говоря, в таком вот исчезнувшем древне Жулебино. Пока не наткнулся. С современными новостройками, пятиэтажками. Да, да, да. Там, кстати, очень много чего осталось от этой деревни. Пока не наткнулся на исследование одного местного криведа, моего знакомого, с которым я еще там по школе знаком. Я не подозревал, в каком интересном месте я живу. И, в принципе, если копать эту тему очень глубоко, то можно найти массу интересных вещей, жизни не хватит. Я пытаюсь хотя бы составить статистику по списку населенных пунктов, потому что хоть что-то бы успеть. Понятно. Ну что ж, Алексей, к вопросу о проекте, к вопросу о другим проектах и вообще о другой твоей жизнедеятельности. Ты же не только являешься владельцем ресурса, ты также и журналист, и писатель. Мы поговорим во второй части. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, задавайте свои вопросы. Мы обязательно на них ответим во второй нашей части. Вернемся к вам буквально через несколько минут. Продолжение следует...